В книге пророка Исаии, в двадцать восьмой главе, в стихе двадцатом, мы читаем такие слова «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». На первом взгляде эти слова кажутся странными и не совсем понятными. Поэтому, чтобы понять эту притчу, сказанную пророком, нужно в первую очередь взять во внимание, кому и при каких обстанятельствах она была сказана, и только в таком случае сможем мы понять ее подлинный смысл. Притча эта была сказана народу, который был воспитан в законе Божьем, народу, чья история с самого начала имела прямое отношение с Богом. С ним Бог заключил свой завет. Им Он дал заповеди свои и посылал своих пророков, которые изрекали слова Божьи и пророчествовали им во имя Господне. Во всех отношениях этот народ был исключительно привилегированным, но, увы, на страницах его истории мы то и дело читаем о его вероломстве, отступничестве и заблуждении. Печальное было его состояние в годы, когда пророчествовал пророк Исаии. Устами они исповедовали веру в Бога, а на деле жизнь у них была безбожная. Вожди их надеялись на Египет, с которым заключили они мирный договор, и в этом они поступили в прямой разрез с воли Божьей. Этим обращением к Египту израильтяне показали свое неверие в Бога. Настойчивым продолжением этого курса с усуществованием с миром, с врагом и с плотью, они показали, что они больше, чем не доверялись Богу. Такое поведение уже было явным восстанием против Бога. Они не верили предупреждениям пророка, что помощь Египта будет тщетна и напрасна, и что их сила была в том, чтобы сидеть спокойно и уповать на Бога. Но нет, сказали они, мы на конях убежим, мы на быстрых ускачем. Они надеялись на египетские колесницы и на силу их коней, но, увы, все их человеческие сделки умиротворить врага оказались бесполезными. Они рассчитывали на свою дипломатическую тактику с Египтом, не взяв во внимание главного, что в свое время Господь простет свою руку и спотыкнется защитник, и упадет защищающий, и все вместе погибнут. Трагедия этих людей была в том, что обманывали они самих себя, думая, что поступает разумно, сделав договор с врагом. Они надеялись на свои уклончивые сделки, не беря в расчет Бога. Их гибель была неизбежна. Пророк ясным и простым языком предупреждал этот народ так, чтобы каждый мог понять, что если они не покаются в своем заблуждении, то суд Божий неизбежен. И в данном случае мы видим, что вместо того, чтобы признаться в своем отступничестве, эти люди отвечали пророку оскорбительными словами. Послушайте, с каким пренебрежением они ответили ему. Кого хочет он учить ведению и кого вразумнять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцев матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Современным языком их слова звучали бы так. Такое проповедование не соответствует духу времени. Это все уже давно устарело. Кого, собственно говоря, хочет он учить? Пусть говорит детям. Этот однообразный метод заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Смешно слушать. Не так ли отвечает в нашем современном обществе? Мы люди, мол, двадцатого века. Мы на луну летим. Пусть не учит нас. Это так называемая интеллигенция, которая, тем не менее, может быть и морально прокаженной. С таким презрением относились эти люди к словам пророка. Но он все же продолжал предупреждать их о грядухших судах Божьих. «А мы не боимся», — отвечали они ему. «Мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас». Тогда пророк изрек чудные пророческие слова шестнадцатого стиха этой двадцать восьмой главы. Слушайте. «Я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Тот, который возложит свое упование на него, найдет убежище в этой чудной скале, и он не постыдится. Но те, которые надеются на ложные свои союзы со смертью и договоры с преисподнею, они все рухнутся и не устоят. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Это будет вам на истребление». И тут пророк сказал свою притчу. «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Иными словами, говорит пророк, «Я вас предупредил о требованиях Божих, о его грядущих неминуемых судах, но вы ищите оправдание для вашей совести в том, что якобы вы заключили союз со смертью и сделали договор с адом. «Эта ваша постель слишком коротка для вас. Она до сих пор не давала вам покоя, и когда холодная и острая вьюга пронесется над вами, тогда и одеяло ваше окажется слишком узко, чтобы в него завернуться. Вы не сможете покоиться на постели вашего изделия. Вы не укроетесь вашими одеялами». Как видите, это неустарелая притча. Она относится и к нашему времени. Наш век ничем не отличается от того времени, и потому мы можем получить полезные уроки из этой притчи о короткой постели и узком одеяле. Дорогие мои друзья, если мы не покоимся на том камне, о котором пророчествовал Исаии, камне, испытанном, крепко утвержденном, тогда мы вовсе не покоимся. Это тот самый камень, который для неверующих является камнем преткновения и камнем соблазна, о котором они протыкаются, не покоряя Слову. Христос Сам сказал, «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Это чудное пророчество Исаии сделалось историческим фактом, явлением Иисуса Христа. И теперь каждый, кто устал от греха и от своих блужданий, может найти в этой чудной скале не только покой на сегодняшний день, но и покров в день Божьего суда. Слава Ему вовек! Друг мой, тебе не нужно даже ждать до конца этой передачи, чтобы найти этот чудный покой. Верь Слову Божьему, которым мы проповедуем тебе, и ты изнуренный бременем греха. Если падешь на этот камень, то он тебя разобьет, но разобьет, чтобы тебя переделать и создать новым творением. И когда загремят суды Божии, тогда ты не будешь говорить горам и камням, падите на меня и сокройте меня от лица сидящего на престоле и от гнева Ангца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Можешь ли ты сказать, мой Бог, скала, сокрыт в нем я, покров во время бури? В покой свой вел Господь меня, покров во время бури. И если враг меня страшит, меня спаситель защитит. Стоят ли горы предо мной? Не бойся, слышу, я с тобой. Но если мы покоимся не на этой скале, то на чем тогда покоимся мы? Ибо о всех других покоях мы должны сказать вместе с пророком, постели этим слишком коротки, чтобы человеку на них протянуться, и одеяло слишком узки, чтобы ему завернуться в них. Дорогие мои, если мы не нашли покоя душам нашим в Господе нашим Иисусе Христе, тогда мы вовсе покоя не имеем. И если мы не в нем сокрылись, то нет у нас покрова, которым нам укрыться, ибо нет душе иного покоя и покрова, кроме построенного на краеугольном камне, положенного на Сионе. На чем строишь ты свою жизнь? На каком основании? Можно строить дом на песке, и дом будет стоять, может быть, даже продолжительное время, но послушайте, что говорит Слово Божие. Придет день, и полются дожди, и разольются реки, подуют ветры, и придет буря. Они неизбежны, ибо положено человеку однажды умереть, а потом суд. Скажите, кто избежит этой встречи с садником на белом коне, кто уклонится от свидания со смертью? На чем будешь ты покоиться тогда, если строил свой дом на песке, онибудь безрассудным, но благоразумным, подобно тому, который построил свой дом на камне? Вкратце рассмотрим, какие бывают постели, на которых покоятся люди, и одеяла, которыми они покрываются. Сегодня я упомяну только о двух таких постелях, которые слишком коротки, и одеяла, которые слишком узки. Как первый пример возьмем людей, которым пророчествовал Исаий, и посмотрим, на какой постели они покоились. Они покоились на постели своей религии и завертывались одеялом своей праведностью. О, сколько есть таких людей, которые думают, что с ними все обстоит благополучно, потому что они соблюдают обряды своей религии и придерживаются таинств своей церкви. Разве мы не родились в семействе верующих, и разве нас не крестили, чего нам еще не достает, говорят они. Да, это люди религиозные. Они довольствуются и утешаются тем, что имеют вид благочестия, но все время силу его отрицают. Возлюбленные мои, если мы не покоимся на христовом оправдании, тогда я обязан вам сказать, что эта постель слишком коротка, чтобы на ней протянуться, и одеяло слишком узко, чтобы в него завернуться. О, сколько душ идет в вечную погибель! Обманывая себя ложной надеждой, что религия достаточно без личного опыта с Богом. Но приходится встречаться и с таким человеком, который говорит, что у него нет сейчас времени для Бога, что урегулирует он вопрос о вечности в более удобный час. «Теперь я слишком занят», говорит он. «Я еще молод, у меня масса времени впереди». Это очень серьезный вопрос, его нужно хорошенько обдумать и всесторонне обсудить, извесить, а потом уже решать. «Поговорим об этом в более удобный час», говорит он, но не сегодня. Сколько раз приходилось встречаться с такими людьми, и я боюсь, что молодежь чаще всего заблуждается на этой почве. И тут враг как раз укажет даже на пример разбойника на кресте и скажет, «Вот, видишь, можно покаяться в последний час, разбойник это сделал». Но вы когда-нибудь подумали о том, что это единственный случай обращения в смертный час, который записан в Библии? Дан он нам не для того, чтобы мы откладывали свое обращение на неопределенное будущее, но чтобы грешник не отчаивался, но знал, что Господь всегда готов его спасти. Те, которые откладываются дня на день, свое спасение обнаружат, что и эта постель слишком коротка, чтобы на ней протянуться, и одеяло это слишком узко, чтобы в него завернуться. Да, я вполне сознаю, что душа, отдавшаяся Богу в последний час, найдет всегда милость и спасение у Христа. Но, дорогой мой друг, можешь ли ты знать время этого неизбежного часа? При том, как можешь ты быть уверен, что, когда наступит этот последний момент, ты не будешь лишен всякого желания спастись? Божье время теперь, сейчас, время благоприятное, сейчас, день спасения. Человек, который покоится тем, что он может отложить свое спасение на завтрашний день, вовсе не нашел покоя. Постель его слишком коротка, чтобы на ней протянуться и найти себе отдых. О, благодарение Богу за то чудное пророческое слово Исаии, которое исполнилось две тысячи лет тому назад в Господе нашем Иисусе Христе. Я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Тот, который надеется на этот камень, тот нашел не только истинный покой, но и убежище от грядущей бури. На чем покоишься ты, если не на этом вечном камне, если ты не одет, не облечен ризой Христовой оправдания, тогда мой долг еще раз предупредить тебя, что ложная твоя надежда, непрочный фундамент, на котором ты строишь, откажись от обманчивого твоего покоя и приди к истинному, верному, Божьему покою. Во Христе найдешь ты все, в чем нуждается твоя душа сейчас и все, что ей потребуется в день неминуемого суда Божьего. А когда ты его примешь, тогда ты сможешь петь последний куплет этого чудного гимна «Мой Бог, Отец, покров святой, покров во время бури, я жажду жить одним тобой, покров во время бури, не откладывай спасение твоей бессмертной души, завтра может быть поздно, сегодня твой день, день твоего избавления». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok